До зимних Олимпийских игр в Южной Корее менее трех месяцев, а вопрос об участии сборной России до сих пор открыт. В четверг Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства ВАДА решил не восстанавливать в правах российское антидопинговое агентство РУСАДА. И это несмотря на то, что все предписания выполнены. Можно не соглашаться, но по факту формальный исходный момент сегодня таков, а судьба нашей сборной решится уже скоро. Международный Олимпийский комитет 5 декабря в 21.30 по Москве объявит решение об участии российских спортсменов в зимних играх в Пхенчхане. О том, как в Сеуле проходило заседание Всемирного антидопингового агентства ВАДА, наш САПКОР в регионе Сергей Менгажев. Менее трех месяцев остается до начала Олимпиады в Пхенчхане. Российскую сборную здесь тоже ждут. Наш триколор развивается среди флагов всех стран, которые готовятся принять участие в зимних играх 2018. Тем не менее, спустить российский флаг до того, как здесь будет зажжен Олимпийский огонь, желающих немало. На этой неделе многие из них приехали в Сеул, где прошло заседание учредителей Всемирного антидопингового агентства. Пятый пункт программы — вопрос о восстановлении в правах РУСАДА, антидопингового агентства России. Впервые за два года после дисквалификации на встречу ВАДА приглашены российские представители. Президент Олимпийского комитета Александр Жуков и министр спорта Павел Колобков уже после заседания назовут это судилищем. Зачитанные доклады о том, какая работа была проделана по реформированию РУСАДА, остались без внимания. В восстановлении в правах — отказать. Решение принято без обсуждения и голосования. Наверное, поэтому всех журналистов с камерами еще до начала выпроводили из зала. На этих кадрах, снятых на мобильный телефон, руководители российской делегации просят покинуть места за главным столом перед тем, как чиновники ВАДА вынесут вердикт. ВАДА придумывает какие-то искусственные условия для того, чтобы отсрочить возвращение нашему антидопинговому агентству статуса полного соответствия. На протяжении двух дней мы слышим упреки в том, что якобы ограничен доступ в закрытые города тех, кто хочет взять пробы у наших спортсменов, которые там живут. Но это абсолютно не соответствует действительности. Сотрудники лаборатории получают допинг-пробы от допинг-офицеров через это окошко, которые проходят соответствующую проверку, помещаются на временное хранение, регистрируются, далее вскрываются на аппарате и передаются дальше в лабораторию для анализа. За два года вся структура антидопингового контроля в России была полностью реорганизована. Лаборатория, где должны проверять допинг-пробы, действует независимо от самой РУСАДА. И единственное, что необходимо для её полноценной работы, аккредитация Всемирного антидопингового агентства. Во времена, когда у нас была аккредитация ВАДА, мы анализировали порядка 14-16 тысяч проб в год. Ну, на данный момент это количество равно нулю. По существу, ни одной серьёзной претензии к реформированной РУСАДА высказано не было. Спортивные функционеры настаивают на одном, чтобы Россия безоговорочно признала обвинения, выдвинутые в докладе Ричарда Макларена. Он основан на заявлениях беглого экс-директора антидопингового центра Григория Родченкова. В России против него возбуждено уголовное дело, который признался, что сам давал спортсменам допинг и подменял пробы. Но ответственность за это возложил на государство. Мол, в России действовала допинговая программа под контролем Министерства спорта и ФСБ. Зная, что Следственный комитет ведёт сейчас собственное расследование, чиновники ВАДА требуют предоставить им допинг-пробы, которые опечатаны в качестве вещественных доказательств. Никто не имеет права вмешиваться в деятельность и Следственного комитета, и Следственных органов. Ну и на момент рассмотрения дела все материалы следствия, которые приобщены к делу, они не могут передаваться никакой другой организации. Но это прекрасно понимают и наши коллеги зарубежные. В докладе Макларена много обвинений, например, о тысяче российских спортсменах, употреблявших допинг. Но проверки Международных Федераций полностью это опровергают. А по поводу несколько абсурдной истории с микроцарапинами на пробирках с допинг-пробами в Сочи на этой неделе высказался восьмикратный чемпион Олимпиад и двадцатикратный мира по биатлону норвежец Бьерн Даллен. Мы, спортсмены, начинаем бояться того, что на наших пробирках могут появиться царапины. Это значит, что тебя могут наказать, даже если ты не сдавал положительную пробу. Я надеюсь, что мы услышим доказательства того, что россияне принимали допинг, и это не будут царапины на пробирках. Иначе мне будет очень страшно сдавать допинг-тесты. Конечно, два требования, они выглядят невыполнимыми. Потому что невозможно признать того, чего нет. Мы говорим о государственном регулировании, сколько можно уже толдычить одно и то же, что нет, нет и нет. Я повторюсь и авторитетно заявлю, что да, Россия имела проблемы с допингом. Имела. Но мы завязали борьбу с запрещенным препаратом. Мы эту борьбу выиграли. И теперь наша сборная выступает кристально чистой и кристально честной. Заходить нужно с другой стороны. ВАДА все-таки организация, которая поднялась на огромных деньгах. То, что наряду с политическим заказом вокруг этого крутятся огромные деньги, становится очевидным, если посмотреть на контракты основных олимпийских спонсоров. В основном все они из США. Компания NBC Universal за право на трансляцию Олимпиады Пьенчхани заплатила 963 миллиона долларов. А общая сделка с Международным Олимпийским комитетом, которая подразумевает также показ летних игр в Токио в 2020 году, составляет почти 4,5 миллиарда. Компания Intel на правах спонсора обеспечивает техническую поддержку на 200 миллионов. И это только небольшая часть. Сделки таких мега-корпораций, как Coca-Cola, Procter & Gamble, Omega, Visa, General Electric закрыты. Но известно, что суммы исчисляются сотнями миллионов долларов. Мы побывали на объектах в Пьенчхане и даже смогли попасть на центральный стадион. Но оценить размах пока трудно. До конца ничего не готово. Даже снега еще нет, хотя температура ниже нуля. Главный стадион Пьенчхани, где будут проводиться церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Тут продолжаются строительные работы. Он, кстати, расположен менее чем в 100 километрах от 38-й параллели. Ситуация на корейском полуострове уже ударила по притоку туристов в Южную Корею. И организаторы Олимпиады, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы на время игр отношения между двумя Кореями были максимально спокойными. После обострения кризиса Северной Кореи и размещения американских про, доходы гостиниц и торговых центров в Южной Корее упали на 16%. Резко сократилось число туристов. На Олимпиаду здесь возлагают большие надежды. Угрозы не пускать на игры команду России явно противоречат замыслу. Успех любой Олимпиады определяется в том числе аудитории, которая ее смотрит. ВГТРК, а это крупнейший медиахолдинг на постсоветском пространстве, уже официально заявила, что откажется от трансляции, если Россия не поедет в Пьенчхан. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро именно ВАДА рекомендовала МОК не пускать нашу сборную к играм. В итоге российские паралимпийцы остались дома. На этот раз президент агентства Крейг Риди воздержался от таких рекомендаций. Наша организация не может решать, кто будет принимать участие в спортивных соревнованиях. После этого заседания стало ясно, что все заявления достаточно мягкие и нейтральные, так что окончательное решение остается в компетенции Олимпийского комитета. Западные спортивные функционеры, кажется, сами начали осознавать, что вся эта антироссийская кампания давно перешла разумные пределы. Решение ВАДА...